Платить за отопление летом – это норма, говорят специалисты. Начисление за коммунальную услугу происходит по схеме 1.12. Из расчета предыдущего года в течение всего 2020 года осуществляется начисление за отопление равными частями. По окончании года происходит перерасчет и в первом квартале следующего года мы осуществляем до начисления, где это необходимо. Зима 2019-2020 года была европейской, мало снега и температура воздуха около нуля. Прошедшее выдалось более суровой, обильной осадке – 20-градусные морозы. Потребление тепла и нагрузка на ресурсоснабжающие организации существенно возросла. Поэтому и заплатить за коммунальную услугу отопление придется больше. Чтобы это не ударило по бюджету, жители Подмосковья приняли решение о рассрочке. В платежке будет конкретно указана сумма, которую в каждом платеже будет необходимо оплатить. Она будет являться одной третьей этого до начисления. Рассрочка предоставляется на территории всех городских округов. В большинстве платежек сумма начислений будет автоматически разделена на три месяца. Но тем, у кого вся сумма указана в мартовской платежке, пугаться не стоит. Несложные математические действия можно выполнить самостоятельно. При этом пени за оплату в рассрочку начислены не будут. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.